Как воспитывать приемного ребенка Елена Саманева знает и как работник службы сопровождения, и как мама. Сейчас в ее семье уже восемь таких детей разного возраста. Самые первые к нам пришли малыши. Это сиблинги. Сестренка старшая ей была на тот момент. Три года. И двойняшки ребят, им было по два года. У нас совсем маленькие. И потом уже как-то мы решили, что да, можем еще дать поддержку другим детям. Поддержка и вера для приемных детей – самое главное. Большую часть времени они проводят, как и все, в образовательных учреждениях. И здесь ответственность за их воспитание берет на себя учитель. Чтобы подготовить педагогов к такой непростой миссии, в 17-й школе провели педагогический совет под названием «В класс пришел приемный ребенок». Педагоги, с которыми эти дети достаточно длительный период времени – пять дней в неделю, по семь, по шесть уроков – это те люди, которые могут ребенка в определенный момент поддержать, могут опекуна поддержать, сохранить те отношения, которые между ними, помочь пройти адаптационный период. Особенности приемных детей, что такое буллинг и как справиться с эмоциональным выгоранием – в сложные ситуации педагоги погрузились на психологических тренингах. В жизни бывало разное, вспоминает Елена, но именно подготовленный педагог помог ей и ее детям. Насколько она с пониманием относится к детям, то есть она, что бы ни было, она всегда на стороне ребенка. Мне кажется, это такой дар, который очень важен для педагогов, который помогает им устраивать отношения с детьми, поддерживать положительные отношения с родителями. В нашем округе порядка 600 ребят воспитываются в приемных семьях. Взаимодействие образовательных учреждений, родителей и органов опеки налажено. Именно от этого нередко зависит благополучие детей.